В этом выпуске Друзья, всем привет! Этот выпуск посвящен режиссуре И сегодня мы будем разбирать фильмы С режиссером, сценаристом и писателем Евгением Пузыревским Да? Лейтенант, уж извините, что как снег на голову 20 минут, как в город, приехал меня сразу сюда О, это же 7! Боже мой, боже мой, это Брэд Питт! 7, на мой взгляд, это самый крутой фильм у Дэвида Финчера Он мне нравится даже больше, чем Бойцовский клуб Потому что здесь Столько деталей, столько нюансов Он здесь зашил Вся методичка режиссуры, которая только возможна Она вся есть в этом фильме И работа с актерами, и работа с задним планом И с декорациями, и костюмами И там, не знаю, с погодой той же самой Она все работает четенько, как часы Ты можешь рассказать, в чем прям его крутизна? Смотри, я специально взял именно вот эту сцену Потому что она, кажется, вроде как Обычно два человека идут по улице разговаривать Подождем Да, что тут странного? Человек может спросить, где тут режиссура? Просто два человека пошли, поболтали на улице Высшая режиссура в том, чтобы снять обычный диалог Так, чтобы он абсолютно работал на историю Если взять предысторию, то получается Герой Брэд Питта из маленького городка Приехал в большой Герой Моргана Фримена уже опытный следак Он уже в этом городе много Он уже много видел трэша, всего А Брэд Питт еще, можно сказать, такой зеленый И вот они выходят на улицу вместе Вот смотри Когда идет Морган Фримен Он идет, руки у него в карманах Он идет в спокойной походке Ни на чего не обращает внимания И его ни один человек из толпы, который его не задевает Как будто идет против течения Но в этом городе настолько свой Опасность его рук не воедет А Брэд Питт, кто-то его плечом стукнул Кто-то его там в бак мусорный сделал То есть он еще не привык вот к этому городу То есть он только здесь появился Он еще не знает правила Он не знает угрозы Он ничего пока не знает Он зеленый новичок Они вышли И Брэд Питт на переднем плане То есть он занимает доминирующую позицию И он говорит, что я такой крутой Да, я такой крутой Я тоже там спец Вот я приехал И сейчас вот все порешаем Герой Моргана Фримена посмехался И теперь он идет впереди То есть он занимает доминирующую позицию И ощущается, что он в кадре главный Несмотря на то, что Брэд Питт там что-то поддакивает Главный Морган Фримен Герой Брэд Питта не хочет быть на вторых ролях Он его обгоняет и показать Нет, все-таки я У меня там есть опыт Я там работаю тоже в полиции Я не какой-то зеленый И он его обогнал И занял доминирующую позицию И тут они встали И они оба, получается, в центре композиции Да Это тоже подчеркивается Они сравнялись То есть они стоят и, по-русски говоря, меряются у кого больше Одинаковая крупность Они одинаково по камере Они одинаково оба улыбаются Брэд Питт дальше, смотри Он начинает совсем себя говорить Что я крутой И я совсем все справлюсь Тут не надо мне наезжать И Морган Фримен Вместо того, чтобы доказывать дальше Он просто разворачивается и уходит И получается, что Брэд Питт вроде как бы доказал правду И я тут крутой Но с тобой никто не будет бороться Зачем ты мне нужен? И Брэд Питт, он специально, смотри Он остается один в кадре И первую секунду он радостный, что я победил А потом у него растерянность А что делать-то? Кого я победил-то? То есть такая, знаешь, борьба с ветряными мельницами То есть вот я вроде победил А нахрена это нужно? И на самом деле это еще такая фишка Что когда ты У тебя что-то получилось В «Друзьях» с Дженнифер Энистон Была такая же абсолютно сцена Когда она в одной серии получила работу И она очень радостно пришла домой И там случилась какая-то проблема А ей очень хочется поделиться И никто ее не слушает И она туда и сюда И в конце они сделали такой кадр Стоит Дженнифер Энистон И она такая Я получила работу! И там вообще никого нет Но при этом она радуется А здесь наоборот, что он как бы победил Но никто даже не видел этой победы И он остается один Да, то есть он один ощущает победителем И он видит, что это я один победитель Я знаю отличную интересную фишку Про этот фильм И про то, как Брэд Питт работает над ролью Что у него в каждом фильме Есть особенность речи То есть он придумывает себе фишки Как он говорит То есть актерский такой прием И здесь он пьет Он пьет из стаканчиков Кстати, с стаканчиками Знаешь, чем круто Тоже показать прогрессию героя Первую сцену, когда он купил стаканчики Он выходит с двумя стаканами Он пришел, дал герою Морго Фримана Говорит, я не хочу И он стоит с этими стаканчиками Он не знает, куда их деть То есть ему не нужны два стаканчика И он пытается их всем дать И никто их не хочет брать А как ты думаешь, это Финчер придумал Или это коллективный? Неизвестно То есть может это в сценарии было прописано Кстати, сценарист, первый труп Который они нашли Вообще в самом первой сцене Это сценарист этого фильма лежит Да ладно Да, то есть у него такой камео Мертвого дяди Я когда первый раз посмотрела этот фильм Я даже не обратила внимания На эти стаканчики Насколько прозрачны должны быть Режиссерские приемы Чтобы они были понятны Ну смотри, здесь есть два варианта Их должно быть комбинировать И так, и так Вот есть, например, фильм Мессия Верду у Чаплина Вот раз мы говорим про убийцу Есть фильм у Чаплина Где он играет серийного убийцу И там есть момент, что Он заходит, и целая сцена Я уж не помню, жена или кто-то Она на инвалидной коляске И за сцену мы, в принципе, запомнили Что она на инвалидной коляске Но камера все равно наезжает на эти ноги И посмотреть, что Не перепутайте Она на коляске Она бедный инвалид То есть есть такие варианты Есть более тонкие То есть, например, в том же вот 7 Есть момент, когда они сидят у себя дома То есть он пригласил герой Берт Питта К себе домой За ужином Да И у него жена спрашивает Говорит, как в городе вообще тут нормально Все хорошо И сидит Морган Фреймон Говорит, да, как бы Ну, чтобы ее не расстраивать Говорит, здесь, говорит, все хорошо Говорит, здесь прямо нормальный город И все остальное И при этом он сидит машинально Салфетку наматывает на кулак То есть мы понимаем, что он очень много Кого бил Он бил исключено То есть здесь Пока ты кому-то не выбьешь зубы Здесь не выживешь Но это деталь Да Это деталь, которая отснята Оттельно Нет, на ней нет акцента Он просто разговаривает И наматывает Никто тебе не тыкает в лицо Посмотрите, он заматывает Я так хорошо помню эту деталь А вот здесь, на проездах Это уже отдельный операторский язык Все-таки Здесь, видишь, просто какие-то детали Они более жирные, чтобы ты заметил Какие-то на подсознании Потому что, когда ты смотришь Вот эту сцену Вроде обычный диалог Они могли просто выйти Постоять и поговорить Но когда ты видишь Что Морган и Фримена не сшибают А этого всего сбивают Ты не сидишь во время кино Ага, я раскусил Вот здесь такой, как бы Хитрющий ход У тебя это работает на подкорке И ты чувствуешь неуверенность Братапита Ты чувствуешь В общем-то переживаешь более ему То есть в любом случае Это работает Даже если ты не замечаешь Каких-то деталей Зритель все равно погружается В эту атмосферу Он все равно заряжается Этими деталями И они дальше как-то У тебя срабатывают Да То есть это есть Общая целостная картина Тебе потихонечку капают Капают, капают, капают И постепенно У тебя это уже откладывается В подкорке И это просто Мы все знаем Какой там охрененный финал В этом фильме И это приводит к тому Если убрать вот эти детали Тогда оно не сработает Этот финал Кстати Запомнишь В теории большого взрыва Они смеялись над тем Что Ты не смотрела, да? Иди друзей своих Смотри Да Вот Они смеялись Что и Яна Джонса В фильме В принципе не нужен Все события происходят без него Нет Я все правильно поняла Но если бы его не было в фильме Нацисты все равно бы нашли ковчег Отвезли его на остров Вскрыли И поумирали бы То есть это как бы Такой большой ляп И здесь Вот в фильме 7 В фильме все идеально Прямо вот на мой взгляд По режиссу Репоктерству Реально идеально все Но есть один большой косяк Который я слышу Снорисы даже не могли исправить Вот догадайся какой Вот он связанный с финалом Окей Маньяк убивает Именно по смертным грехам Да То есть он убивает Там то что Чревоугодия Толстого убил Там себя он В конце концов Он хотел чтобы его убили Потому что он зазнался То есть слава Вот он убил И получается Всех жертв он убивает Но за что он убил Жену Брэд Питта Голова то в коробке ее Она не совершила Ни одного греха То есть Получается да Он себя позиционирует Что я убиваю Только по грехам Больше ни почему Но вот это он такой Ну Исключение Помните И отрезал голову Он ее использовал Как просто Расход Да И получается Как ловушку Он вот этим действием Перечеркнул все свои действия Но На фильм настолько круто Эта сцена работает Голова в коробке Что Ты не заброщаешь на это внимание Ты уже потом Там когда-то сидишь Слушай А почему он ее Да Спустя года такой Сидишь как-то Слушай А за что он ее убил Все эти детальки Работают на финал И тогда ты не обращаешь Внимание на вот этот ляп То есть Получается Ну чем тоньше И чем масштабнее С одной стороны тоньше С другой стороны масштабнее Все эти ходы Простроенные детали Тем как бы круче С точки зрения режиссуры Есть кино Да Есть те Которые жирные Понятно Есть те Которые работают На подсознании А есть только те фишки На которые Кроме режиссера Никто их не знает Он сидит и радуется Эти мужчины Пришли вместе Или по одному Вы кого-нибудь узнали Вы уверены Что никого не знали раньше Мне кажется Я знаю Что мы смотрим Да Да Смотри То есть Я хочу Рассказать такую штуку Как саспенс в кино Ну естественно Кто у нас самый главный Батя саспенса Это Альфред Наш Иванович Хичкок Я взял фильм Который менее популярный Чем птицы Головокружение Птицы и все остальное Да Даже головокружение Но я его очень сильно люблю Вот сейчас сцену Которую мы смотрим Это Не знаю Высший пилотаж саспенса То есть мы здесь показываем Что Вот этот шпион То есть ему нужно взорвать Одно помещение У него есть с собой бомба Но его подозревают Им палиться вокруг него Он живет с девушкой У которой есть ребенок Да И он понимает Что этого ребенка Никто не заподозрит Соответственно Он просит этого ребенка Отнести бомбу Да Но он же не скажет Просто на Отнеси куда-то Вот Они Хозяева кинотеатра Он говорит Отнеси вместе с кинопленкой Но Как мы помним По фильму Тарантино Бесславные ублюдки В те годы Кинопленка на основе Нитрата целлюлозы Была настолько Огнеопасной Что бобины Запрещалось Вносить в трамвай Эй С этим нельзя В общественный транспорт У тебя ведь пленка Да Она может загореться На выход Такая пленка Горела в три раза Быстрее бумаги И вот этот парнишка Взяв вот эту кинопленку Взяв вот эту бомбу Не знаю что с ней Он идет пешком по Лондону И мы соответственно думаем Успеет он или не успеет Потому что есть ограниченное время Если нет То бомба взорвется Вместе с ним Вместе с ним То есть он сразу берет Милого мальчика Которому показали Что он там причесался Гольфики поправил Там с птичкой поиграл То есть максимальный ребенок Которому уже Сопереживаешься Чувствуешь И ему вдруг вот этот злодей Который мы знаем Что злодей Бомбу Все он идет по городу И вдруг он видит толпа Он к ней подходит И потому что Всегда интересно Что толпа там делает А там рекламируют Зубную пасту И его выдергивают Ему начинает При всех чистить зубы То есть ему начинает Чистить зубы Его начинает там Причесывать А мы знаем что у него бомба Рядом с ним Огромная толпа людей Мы знаем что если Они как бы взорвется То уже погибнет Не только ребенок А все остальные люди Которые есть рядом Хочется сказать парень Бросай ты эти зубы Иди пожалуйста Боже мой Какой милашка И крутость Саспица в том Что мы боимся Обычных вещей То есть мы боимся Не машин Автомобильных Аварий Там не мосор А мы боимся Когда чуваку Чистят зубы Все после этого Его почистили Причесали Он стал еще милее Мы стали еще больше За него переживать Мы видим Стандартную Детскую мальчиковую Не знаю Вот он увидел Блестит чайничек Он подошел К нему посмотрел Мы знаем бомбы Но мы знаем Что он еще и задержался На Что у него времени все меньше У нас новая информация Что бомба взвется К этому времени Но мы времени не знаем Думаем Ну когда-то там Она может где-то там взорвется Все парень идет дальше Думаем Что еще может перегородить Была толпа Куда еще больше И он начинает переходить В этот момент Проезжает там Какие-то там Не знаю Лондонские вельможи Или еще Они перегородили всю улицу И тут уже пол Лондона стоит И посмотрю Рядом с ним Для повышения ставок Ребенок маленький Что сейчас взорвется То там вообще Какой-то карапуз В какой-то шляпке стоит Я уже не знаю Что еще может быть Ну все Хочешь сказать Иди парень Беги Мальчик Беги И он не может Уже обратно Толпа не дает Впереди вот эти вельможи идут И мы думаем Ну ладно Сейчас вельможи По-быстрому проедут И как бы все хорошо Парень успеет Мы показали часы Что время еще есть в запасе И он как бы все успеет Отнести эту бомбу Но после них Идут другие И все это блестит Ему все это нравится После этого Идут марш демонстрантов То есть там Постоянно Кто-то все больше Больше Мы понимаем Что он может все-таки Не успеть И мы такие Все Сейчас он в этой толпе Может сорваться Но вдруг он видит автобус И он забегает в автобус И мы такие Фу В автобусе он успеет доехать Все мы отдохнули Для того чтобы Снизить этот градус Когда ты уже не можешь Он делает такой ход Что как бы сбрасывает напряжение Что все Зритель ты спокойный Отдохни Парень успеет до автобуса Он сел в автобус Он только заходит в автобус И ему кондуктор говорит Чувак у тебя кинопленка С ней нельзя То есть мы понимаем Ну все обломался Вот у тебя была мнимая удача И дальше ты опять шуруй пешком Но милый мальчик Которого мы уже все полюбили Он его болтал И он говорит Ладно хрен с тобой Садись и едь В автобусе даже Рядом с ним бабушка Рядом с ним маленький Да щеночек Собачка еще Все мы выдохнули Но посмотри Он едет И каждый раз Часы Дальше-дальше времени Все дорогу начали перекрывать Начались светофоры И мы на каждом светофоре Уже Начинаем выдыхать Ну давайте быстрее едьте Может тут собачка Тут бабушка Тут ребенок И параллельно Мы каждый раз Пока видим часы Которые все ближе-ближе А мы знаем какой таймер И в итоге Смотри То есть время Вот уже остается Чуть-чуть-чуть Мы только полюбили Вот этого героя И бомба взрывается Да Блин То есть условно Мы настолько уже привыкли Мы настолько увидели Что его приключения Что он совсем справлялся И сам момент Когда бомба С ребенком С собачкой С бабушкой С автобусом взрывается Ты сидишь Кому-то тебе просто взяли Лопатой И по затылку треснули На мой взгляд Альфред Хичкок Это один из лучших режиссеров 20 века И по саспенцу Есть его последователь Там Брайан де Пальма Там знаменитая сцена В путь Карлита Когда Аль Пачин Бегает по метро И ты сидишь уже Вот так вот Вцепившись Да как даже ты там Спасешься Не спасешься Круто работает Но не было бы Альфреда Хичкока Это бы не сработало Можно конечно привести пример Тот же броненосец Потемкин Когда коляска катится с лестницы По лестнице в Одессе И это тоже все на пригрыжение Это все тоже работает То есть это было Ну до Хичкока Даже не до Хичкока Это параллельно было с ним Это не работает В виде чистого саспенца То есть ты переживаешь Ты волнуешься Но нет такого Что у тебя каждая деталь Будоражит Да, будоражит Хичкок форева Да, друзья Если у вас есть какие-то сцены Которые вы считаете Лучшими примерами саспенца И обожаете их Пишите в комментарии Мы их обсудим Запах напалма по утрам Что мы смотрим? Чтобы разобрать один из своих фильмов Я выбрал старую короткометражку Мама всегда рядом То мы разбираем здесь Что нам интересно С точки зрения режиссуры На примере вот этой открывающей сцены Я хочу показать Как нужно работать С обманом зрителя Но обманом так Чтобы зритель сам был Обманываться рад Фильм начинается с кадра Максимально открыточного То есть как на открытке Вот как посылает на Рождество Дом, уют Кругом синева Холодина Снег падает Но теплый огонек В этом доме И ты чувствуешь Что в этом доме безопасность Что в этом доме уютно Что в этом доме камин с пледом А там хопа А там вот раз Сразу же ружье И он пытается Эту дверь закрыть Пытается бороться Чтобы вот это зло Не впустить в свой дом Не хотела бы я оказаться В этом открыточном доме Когда тебе в лицо Суют ружье Такой на Новый год Приехал Сейчас будет очень много спойлеров Поэтому я советую Сначала посмотреть фильм А потом вернуться К его разбору На самом деле Главная злодейка В этом фильме Это персонаж Ангелины Стречиной Это милая девушка В душе Чтобы скрыть ее негатив То есть смотри Если бы мы нарядили условную косуху Мы понимаем Что там она какая-то бунтарка Там если бы нарядили ее В нарядное платьишко Тогда бы это Мы бы обманули зрителям Как нарядное платьишко Потом главный маньяк Отморозок И мы специально сделали так Чтобы она была в душе Она без одежды И ты ее воспринимаешь Незащищенная Да Она перешла Незащищенная В душе Открытая Там где-то с ружьем борются Она для нас Действительно чиста И поэтому мы автоматом Сразу же начинаем За нее переживать Далее она слышит Какой-то вот шум Открывает дверь И тут сразу же Как мы думаем Что он еще борется И тут сразу выстрел Герой Дениса Шведова Просто сносит к чертям И мы все Что она будет делать Единственное Что она берет Это расческу Вот против Этой вот Железной волыны Мы видим Дениса С раскрученной грудью Некто вошел С ружьем в кадре То есть мы понимаем Что ружье это опасность Опасность такая Что здорового мужика Отнесло там На пару метров И тут мы снимаем капюшон Мы понимаем Что это не мужик Женщина Что это женщина Да То есть это обман Явно она недовольна Явно она недовольна чем-то Мы смотрим на эту женщину И мы понимаем Что А что эта женщина сделает То есть да У нее есть ружье Да она может случайно ранила Да она там как-то Во время борьбы случайно Нажала на курок Ну что женщина сделать И в этот момент Она нажимает на курок И убивает вообще Дениса Спасибо Денису Согласился сняться в те времена Мы специально взяли Дениса Потому что Денис Как бы узнаваемый актер Потому что зритель Когда его увидит Он будет думать Ну кто возьмет Дениса Шведова И убьет его На первой же минуте фильма И поэтому никто не ожидает Когда на него Наставляют ружье Что сейчас ему возьмут И размажет голову А все Дальше Денис не появляется Ну он появится В флэшбеке Там совсем чуть-чуть Но основной его нету Его убили Да Я специально эту роль Искал актера Который будет узнаваемый А ты не боялся Когда делал на каждый такой ход В каждой сцене обманку Что зритель разгадает твой ход Это знаешь Это как постфактум То есть это когда Например разбирают Какие-нибудь события Там я не знаю Вот мои родители дураки Не покупали акции Apple Че они не знали Что они сейчас взлетят Когда ты постфактум Когда ты знаешь Все вводные Естественно ты можешь Как бы их разложить То есть ты думаешь Что зритель во время фильма Не догадается Ты не успеваешь этого понять То есть ты видишь какие-то события То есть ты настолько насытил Эти сцены событиями Действием, действием, действием Действием Что я как зритель Просто не успеваю Сориентироваться В этих подлогах Да, да И там даже есть дальше момент В фильме Когда я специально просаживал Там есть момент Где герой И героини Просто садятся И выпивают И болтают Как бы Ну по теме Но немножко нудновато Мне когда еще сценарий прочитали Говорят Слушай Тут у тебя провис Я говорю Нет этого провиса Я его сделал специально Потому что После того Как вот этот провис Идет нудноватый Мы резко поворачиваем И потом Показываем неожиданный момент Кажется Вы ошиблись дома Следующий момент Вот смотри Идет склейка Мы показали Что девушка убила Из ружья Только что человека И мы показываем Полицейские фары И потом показываем Она сидит в машине И на нее мигает Мы думаем Все Ее арестовали Ей вот идет Поступает телефонный звонок И мы вдруг понимаем Что она на самом деле Никто чего не арестована Что это флешбек Это пошел флешбек И мы постепенно подводим Как она в этом доме оказалась Ну правильно я понимаю Что все это кино Как раз таки построено Здесь на режиссерских приемах Где ты подменяешь Как бы происходит Подмена понятия И зритель путешествует Вот в этом пространстве Где неправильно Как бы неправильно Стыкуются ориентиры Верно Только даже знаешь Здесь больше не режиссерский Вот как этот Я как сценарист То есть сразу Ты закладывал сценарий То есть я специально знал Что вот в этом моменте Я вот тут вот так обманывать Тут вот так обманывать А когда уже начали снимать Я уже отключился от сценария Я начал уже придумать Именно режиссерские ходы Как вот эти отражения Как вот эта расческа Как там еще какие-то Определенные детали То есть это уже Включается режиссер Он на деталях А сама уже структура Сам каркас Он был еще до съемок известен То есть самое главное Это придумать правильный каркас И правильно вмонтировать В него детали Которые будут работать На этот каркас Да Ну то есть которые будут Как бы сигнализировать Где, что, как работает И тебя ведет как зрителя Собственно что мы и увидели Это условно Можно взять ребенка Запустить в Диснейленд И сказать Вот тебе билеты Иди где хочешь Ребенок тут постоит У сладковатый Зайдет там на какой-нибудь Один тракцион И все вышел И он ничего не посмотрел А если ты его взял за руку Сказал вот здесь Круто вот так прокатимся Здесь мы вот здесь Здесь мы вот здесь И мы вроде На каждом аттракционе Побыли по чуть-чуть Но у него ощущение То что он все познал И он получил От этого кайф Чем он просто взял И потоптался у входа Потратил родительские деньги В пустоту Вот, да Я собственно Продюсерские деньги Я стараюсь, чтобы Хотя иногда Получается слишком перемудрю Но я стараюсь так Чтобы зритель Получил какое-то удовольствие От того, что он Как его провели Да, как его провели Как его обманули Но его Не то чтобы Он сидит Так в конце Меня обманули Он такой Круто меня обманули Я вот не выкупил Эту концовку Вот Либо такой Я ее выкупил Но Но не так Как я думал Чтобы зритель Тоже все время Чувствовал себя Соучастником Того, как он Разгадывает эти ходы Да Класс Запах Напалма По утрам Ну что, друзья Как всегда Ставьте лайки Если вам понравилось Это видео Пишите комментарии И делайте репосты Пока-пока Жень, спасибо Приходите еще Приходите еще Хорошо Позовете еще Приду Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok